Девушки отдыхают Здравствуйте! С вами дежурный по театру Максим Копылов и все самое интересное из жизни театра в нашем выпуске. В 2013 году по инициативе Министерства культуры Российской Федерации впервые прошла акция «Ночь искусств». С 2017 года ее подхватили во всех регионах Российской Федерации. В очередной раз и уже с большим размахом Ульяновский драматический театр погрузился в «Ночь искусств». Сегодня мы в 8 вечера открыли свои двери для всех желающих. Наши актеры проводят актерские тренинги, музыкальные конкурсы, танцевальные мастер-классы для наших гостей. Мы с удовольствием проводим с ними свое время вечернее и открываем театральное искусство. Это сегодня было занятие, мастер-класс, которое мы проводили с девочками в моей студии, которая обучает в студии Алены Михайловны. У нас была тема «Театр». И мы сегодня здесь писали на протяжении 3-4 часов вот эти вот картины. У меня занимаются в основном люди, которые просто захотели начать рисовать, и приходят. Я их обучаю с нуля, учу держать кисточку, карандаш. Следующая мелодия. Совершенно верно. Как вас зовут? Виктория. Аплодисменты Виктории. Получайте же точек. Мы сейчас несколько нырнем, скажем так, в атмосферу студенчества. Дик. Что? Почему ты всегда уходишь от всех? Люди бог знают, что думают. Да? Конечно. А почему ты не поднимаешься между собой? Потому что не могу. Это невежливо. Вежливо-вежливо. Ханство это, а невежливо. Мне на нее наплевать. Я делаю, что хочу. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне все очень понравилось, очень познавательно и интересно. К сожалению, я не смогла ничего выиграть, но порадовалась за других. Что-то, может быть, особенно понравилось из сегодняшних? Интересная хореография была. Мне понравилось наблюдать. Было очень здорово. Очень хорошая была организация. Интересно. Поучаствовал в двух эпизодах и на читке читал роль Фернандо. И в пятницу первый раз был на именно выступлении. То есть получается, что я частично отыграл роль главного героя. Это просто замечательный вечер. И те, кто сюда не пришли, они будут сейчас завидовать и горько сожалеть об этом. Это самая теплая, замечательная атмосфера, которая может быть в театре. Потому что, когда ты сидишь в качестве зрителя, ты получаешь одни эмоции. Ты получаешь качественный спектакль, получаешь осмысление. А здесь ты получаешь совершенно другие эмоции от интерактивного общения, от возможности поучаствовать и побыть на месте актера. Это просто восторг. Супер. Очень было уютно, по-домашнему и комфортно. И, ну, как вот в семейном кругу все было. Спасибо большое. До новых творческих встреч. Браво-браво. Теперь в нашем театре можно не просто смотреть спектакли, а еще обсуждать их. И не в фойе после поклона, и не по дороге домой в полтона, а непосредственно в зрительном зале с актерами этого спектакля. Так на прошлой неделе прошло обсуждение со зрителями спектакля «Война еще не началась». Хочешь сказать, что ты не нашел, ты не нашел себе какую-то там единственную? Не нашел. То есть нашел. Сейчас. Или очень повезло. Ясно. Слушай, ты как насчет того, чтобы вернуться на вечеринку, а? Нет, нет, посмотри. Постой! На самом деле такой качающий сюжет, когда двое хотят убить третьего, чтобы без него попытаться быть счастливыми, и никому это еще не удавалось. Есть замечательный фильм «Почтальон и Ваню дважды», да? Есть еще раз добавить кучу фильмов на эту тему, когда люди, переступив через, я даже не знаю, через что, да, через «Нравственную черту», потом уже никогда не смогли реабилитировать, потому что невозможно так переиграть все это назад, и ваша героиня, она как раз, наверное, понимает, кто их видит, и выбирает ужасную жизнь, прямо скажем, изложить не с маньяком, а с этим, с моральным и физическим насильником. Режиссер сказал правильную вещь, ну, как-то тут болтали вчера, что-то, или позавчера, или созвучивали позавчера. Режиссер сказал про то, что у каждого человека он очеловечивается, приобретя потери. Через потери мы становимся, извините, человечнее, чище душой, мы осознаем, что происходит с другими. Вот через какую-то такую штуковину протягиваем. И на вылке можно что-то такое правильное человеческое найти, можно и пойти, но войны-то и нет. Вот какой опыт получили ангелы от человеческой жизни. Хотелось бы это увидеть еще спектакли, как связующую нить. Потому что, потому что вот так сцены рассыпаются артхаусно. И соединяться они могут только в надмирной высоте. Они могут соединяться в какой-то внутреннем диалоге или дискуссии, которые ангелы между собой ведут о судьбе человечества. Простые ситуации, вот там какие-то, ну, кроме, может, по-своему, наоборот, в диалогах. Но со стороны, когда смотришь, это заставляет человека скрипеть, подумайте там или в этой ситуации, а я как с родителями, или там звоним, или еще что-то, или какие-то там вещи. То есть это заставляет просто немножечко как-то прийти в себя и подумать, мы же все и люди. Такое безумие, да, хаотичность. Мне кажется, это очень перекликается в современной жизни, да, жизни человека, что творится у него в голове. Вот эти резкие смены, одно, другое, третье, смена ролей. Там еще пришла мысль от треугольника Карпмана, да, то, что мы все крутимся, вот, жертва, спасатель, да, и агрессор, и все мы меняемся там в течение каких-то событий дня. Вот, и очень интересно, мне кажется, можно вот о многом поразмышлять, не о чем-то одному, очень глобально можно. И спасибо, благодарность. Традиционный для этого времени года фестиваль «Театральный дивертисмент» в Израиле. За 8 лет наш театр привез на святую землю 9 спектаклей. В год театра выбор пал на особенное название репертуара – иронический детектив «Ножницы» по пьесе «Портнер». Например, то же самое воспроизвестие. Вот это выдвигло. Да, да, да. Для волосы, да, да. Она должна фильтроваться. Ну, его всегда волнительно, работать с этим спектаклем. Всегда очень волнуешься, даже здесь, потому что, на самом деле, это очень сложная, как бы, работа. Это огромнейшая, просто, интерактивная работа со зрителем, чтобы и оставить его, как бы, и в теме, и в сюжете, и одновременно, как бы, еще самому двигать все это дело дальше. Постановка Владимира Золотаря с успехом прошла в таких городах, как одном из самых красивых городов Израиля – Ашкелон, в одном из самых культурно развитых городов – Ашдот, где расположены израильский андалузский оркестр, консерватория Акадма, центр исполнительного искусства «Монарх», художественные школы и студии. И, наконец, в городе Ришон-Лицион – четвертый по величине и самый молодой город в Израиле. Средний возраст горожан составляет 33 года. И сегодня это один из основных центров деловой и торговой жизни страны. Мы сыграли три спектакля в каждом городе по-разному, на самом деле, потому что мы после каждого спектакля делали какие-то корректировки, и уже под зрителя, как бы, мы первый спектакль отыграли так, как мы здесь его репетировали, там его отыграли, и поняли, что нужно что-то убрать, что-то, наоборот, добавить, где-то что-то изменить, чтобы было, как бы, им понятнее, и что-то вся эта тема двигалась. Увидеть их мне суждено судьбой опять, жить с ними надоест, а в ком несущих пятен, когда постранствуешь, воротишься назад, и дым отечества нам сладок и приятен. С вами был дежурный по театру Максим Копылов. На сегодня это были все новости. До встречи в социальных сетях и приходите в театр, а я вместе с труппой Ульяновского драматического театра отправляюсь вновь на гастроли. Спектакль «Горе от ума» в рамках проекта «Школьная классика» в культурном центре ЗИЛ. Но об этом в следующей нашей программе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok